Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Абонент Доступен, в студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И сегодня с нами на прямой связи по скайпу российский общественный деятель, философ Александр Дугин Александр Гелевич, здравствуйте Здравствуйте Ну вот когда мы проанонсировали интервью с вами в фейсбуке, поступило много негативных комментариев Говорили жуть, в общем-то, кого вы приглашаете и так далее И вот у меня созрел вопрос, на самом деле, как вы реагируете, что часть общества, интернет-сообщества Часто вас олицетворяет с чем-то не очень хорошим? Ну, вы знаете, и я, тоже часть нашего общества и нашего мира, отразделяю с чем-то не очень хорошим Наверное, это неприязнь взаимна То есть я вижу наш мир как очень такое поле очень напряженной борьбы между двумя началами И эти начала, мягко говоря, друг друга недолюбливают И здесь, ну, как бы сказать, наверное, всем нравятся только люди, либо вообще лишенные какого-то смысла, либо деньги То есть если у человека есть позиция, есть те, которые с этой позиции солидаризуются, есть те, кто ее ненавидит Чем ярче эта позиция, тем ярче эти страсти, если угодно Поэтому, собственно говоря, я думаю, что, вот, кстати, Карл Поппер, основатель либеральной идеологии, неолиберализма Он назвал свою главную работу программную «Открытое общество и его враги» Очень важно То есть нам кажется, что только коммунисты, фашисты называют других своими врагами Но, оказывается, и либералы тоже имеют своих врагов «Открытое общество и его враги» Вот это главная идеология, это книга Сороса Поэтому я враг, откровенно признаюсь, я враг либерализма Враг открытого общества То есть когда меня «Открытое общество» считает врагом Ну, я считаю, что это правильно, потому что я считаю врагом его Поэтому мы квиты Есть люди, которые меня не любят, ненавидят Есть люди, которые за мной следуют, которые со мной согласны Которые солидарны с моей позицией И сегодня вообще все расколото человечество Посмотрите, как Трампа ненавидит, например, половину Америки А другая половина его за него голосует Поэтому, на самом деле, в наше время нравится всем Это все равно, что не нравится никому Это значит быть безразличным Поэтому я как раз очень спокойно отношусь к тем, что кто-то возмущен Кто-то, наоборот, рад Кому-то это надежда и луч света Для кого-то это кошмар последний Поэтому, собственно говоря, здесь все нормально Меня не удивили и не испугали Тем, что огромное количество неприязни и даже ненависти И не только в социальных сетях Это уже некая почти идеология Вы знаете, мои книги сняты, например, с Амазона То есть вот когда Амазон спросили, мои издатели У меня очень много книг на Западе выходит Ну, там, наверное, уже к сотне приближается количество разных изданий Изданий в разных странах, если совокупно смотреть Когда их спросили, Амазон, вы же вроде должны доставкой заниматься книг А Амазон сказали, у нас есть своя идеология И вот господин Догин и его книги в эту идеологию никак не вписываются Представляете, то есть нам говорят, что это просто почтовая рассылка Или какая-то техническая узлога А это на самом деле открытое общество То есть это идеологизированная тоталитарная пропагандистская система В которой, на самом деле, либо ты ее соответствуешь Тогда ты нравишься, тогда ты на первых полосах В главных институтах Либо ты не соответствуешь Тогда твои книги подвергаются цензуре И это вполне такое, как бы сказать Я не удивляюсь этому, даже не возмущаюсь Это в норме вещей Вот интересно, что в интервью Владимиру Познеру Когда вы у него были, вы вспоминали эпизод Когда вы пришли к нему домой И вы сказали, что как раз мы находимся на разных полюсах За линией фронта Но, тем не менее, мы можем разговаривать Потому что у каждого есть аргументированная позиция То есть получается, что с людьми, с либеральными взглядами Которые могут аргументировать свою позицию Вы готовы говорить и готовы договариваться? Я правильно понимаю? Ну, как договариваться? Я же не представляю, например, какую-то страну, чтобы договариваться Я интеллектуал, я философ У меня были прекрасные полемики с Фукоямой Неоднократно, кстати Я встречался с Бжезинским, когда он был жив Мы с ним беседовали Я выступал в Амстердаме В такой сенг-тенг мирового уровня Нексус Там был Бернар Леви То есть люди, которые вообще Ну, да вы, как бы, знаете, совсем Ну, черное и белое Тут все, что Просто даже вид Бернара Андре Леви Его там расстегнута рубашка Его Любая его запятая Придыхание Выражение глаз У меня вызывает, ну, просто Глубочайшее неприятие Просто не то, что уже идея Когда он открывает рот Я хочу умереть Также приблизительно Бернар Андре Леви Относится ко мне То есть он просто при упоминании Дугин При вообще, что со мной связано Там Евразийство Консервативная революция Причем, вот, наверное, просто Одного вида просто Его тошнит Но, тем не менее Это эмоциональная сторона вопроса Но когда речь идет о принципах То мы можем Вот мы были в Амстердамской опере С огромным количеством людей И там была очень интересная Такая многоактовая Философская Постановка В Think Tank и Nexus Где вот люди С прямо противоположных Точек зрения Обсуждали Важнейшие темы Поэтому, собственно говоря Конечно, я С аргументированными Серьезными либералами Даже если у меня Глубоко Неприемлемо Я готов Полемизировать А другое дело Что со всякими Такими Просто хулиганскими Элементами Которые как раз Расплодились Как такие бактерии На фейсбуке С ними говорить О чем у них просто Такие короткие Какие-то оскорбительные Формулы С ними говорить не о чем А с Аргументированной Позицией Я с удовольствием Обсудил Дело только меня Обогатит Если говорить С одержателем Либералом Правда не так много Как выяснилось Что вы думаете По поводу Библейской фразы Что по причине Умножения беззакония Во многих Охладеет любовь Библию надо Понимать в контексте И вот уже С самого начала Что Библия Для иудеев А значит одно Для христиан Другое Для мусульман Которые кстати Тоже читают Библию Они признают Ее священной книгой Третье В разных конфессиях Христианства Тоже разное толкование Православное толкование Которое для меня Ближе Поскольку я православный Человек Эта фраза означает Что существует Некоторое испытание Испытание Темными временами Испытание Пребыванием В контексте Вавилона Или Содома То есть Или в последние времена В мире Антихриста Это испытание Нашей любви к Богу Это испытание Нашей стойкости Потому что Хорошо конечно Быть православным Например Когда православная империя Церковь является Общий обязательным Институтом И куда бы мы ни пошли Мы оказываемся Где-то под ее влиянием Ну скажем До 17-го года Но гораздо труднее Быть православным Например После 17-го года Потому что здесь Тогда надо уже Быть Совершенно Других качеств Иметь И уже готов Бросить вызов И власти И окружающему И пойти на мучничество В конечном итоге Так вот Любовь к Богу Которая Пробуждается В беззаконии На мой взгляд Это не просто Формальное исследование Его По установкам Не просто Быть как все Быть православным Христианином Как все Когда все Христиане А быть христианином Когда никто Не христианин Когда все Наоборот Смеются над этим Гонят это Издеваются Над этим Просто Скокорчат Такие Ну как бы сказать Выразительные Физионолы А потом Даже Как бы Репрессируют Убивают Вот когда Подемонстрируется Любовь То есть Хорошо быть Вместе со всеми Героем Но когда все Например Дезертиры А ты нет То ты Остаешься На полевой Один Например И вот Это и есть Настоящее Испытание Поэтому На мой взгляд Я так понимаю Эту фразу Это в общем Православное Толкование Ну вот В ваших словах За то что вам Стыдно За часть Украинской Крови Вы говорите Я не могу Носить себе Стоп Никогда Не говорю Что стыдно Я Я вас процитирую Александр Евгеньевич Если вы позволите Я не могу Носить себе Эту кровь Пока не увижу Казненных Ублюдков Творивших Беззаконие 2 мая Вот так вы сказали Много любви В этих словах Оттекст другой Люди Которые убивают Гражданское население Ради своих Совершенно Низменных Низменных Идеологий Должны быть Наказаны На самом-то деле Я украинец Я никогда Просто Частично украинец Конечно В основном Я великоросс Но у меня есть Украинская кровь Моя мама Ее фамилия Ануфренко И для меня На самом деле Тот конфликт Который происходит Тот конфликт Который был На Украине Это мой конфликт Это не просто Одного народа Смотрит на другой народ И думает Что там происходит Это конфликт Внутри украинского общества Это конфликт Внутри меня Это конфликт Внутри моей идентичности И здесь тоже Такой раскол На две части Это идентичность Раскалывается Одни Которые я считаю Абсолютно лживые Которые Как раз и были Теми Силами Которые зачастую Или Это безобразные Преступления Чудовищные Преступления В доме Профсоюзов В Одессе А другие Это тоже Мой народ Который выступил Против них Это на самом деле Я говорю Об очень глубоком Переживании Этого конфликта Для меня Вообще На самом-то деле Я считаю Что во многом Украинцы Они правы Потому что Они и были Тем вот русским народом На самом деле От которого пошла Киевская Русь А потом Владимирская Московская Которая Была частью Этого Единого начала То есть Я не могу разделить Это русское начало На малоросов Белорусов И великоросов Хотя я преимущественно Великоросс И в общем Как бы Родился в Москве Но для меня Вот Эти три части Это не просто Какие-то Три народа Это один народ Который пошел Тремя путями Я понимаю Особенность этих путей Я понимаю Важность выбора Который делает Каждый из этих народов И белорусы И малорусы И даже великороссов Хотя у нас В общем Последние столетия Дела были получше Чем у наших братьев И мы уже выступили Интеграторами Вот этого Русского единства Но на самом деле Выбор Все равно Есть у всех И вот этот выбор Проходит через меня Этот выбор Проходит через Дом союзов Дом профсоюзов В Одессе Потому что Этот раскол крови Это кровь Которая на самом деле Кровь Именно русская кровь Западно-русская кровь Если говорить Об украинской Части идентичности Моей идентичности Она разделилась И это выбор Я просто стал На стороне жертв И выступил Жестко против Убийц И против Преступников И для меня Когда люди Выпрыгивали Из окон Их добивали Добивали битами Там И когда вот Было видно Как просто Любые живых людей Сжигают Это сжигали меня Поэтому я Ну не могу я к этому Спокойно относиться Хоть Хоть убей Поэтому на самом деле Это внутренний конфликт Я переживаю И я считаю Что это раскол Именно западно-русского сознания Которое Определился этот раскол На двух полюсах Для меня это внутренняя драма Это моя внутренняя борьба Внутренняя война Внутренняя боль Это внутренняя казнь меня То есть часть моя Умерла тогда В Одессе И соответственно Я слова выбирать Не могу По этому поводу Потому что Посмотреть бы я на вас Когда вот Вас или ваших близких Вот так бы убивали Сжигали А вы бы так говорили Давайте соблюдать Нормы политкорректности Давайте подбирать выражения Я признаю Что вот это Это слова Знаете Умирающего Гибнущего Это Слова Человека Мучающегося Призвании Покарать Или остановить Преступников А не какое-то Злорадство Тем более Это не касается Украинского народа Я же говорю Что это внутренние Проблемы Украинского народа С моей точки зрения То есть Собственно говоря Западно-русских То есть получается Что вы человек Который находится Эмоционально Сейчас в состоянии Такого разрушения Правильно Мы понимаем Ваши комментарии Ну потому Конечно В каком смысле Разрушение Но одновременно Это только Этим не исчерпывается Моя идентичность Я философ У меня есть Много Других измерений Но с точки зрения Этнического Этнического Самосознания После 14-го года Я нахожусь В очень глубоком В глубокой В состоянии Глубокой боли Потому что То что происходит С моей страной Украина Которая считает Своей родиной Как родиной Вот наша Единая Единая Россия Или Единая Скажем Единая Украина Все равно Единый Русский Народ То это для меня Конечно Боль И я Говорить об этом Спокойно Не могу Я написал Книгу Россия Украина Моя война Собственно говоря Я вот вижу Эту войну Как внутреннюю Войну Как Раскол Раскол Идентичности И для меня Как В общем Человека Который Считает Необходимым Укреплять Русскую Идентичность Во всех Ее трех Направлениях Для меня Это личная Драма И личная Катастрофа Конечно Я В общем Уже таки Немного Рано Зажили Вот с 2014 года Пять лет Прошло Но спокойно Обсуждать То что там Происходит Я не могу Потому что Перед моими глазами Стоят жертвы И жертвы На данной Войны До Донбасса Причем С обоих сторон Я не говорю Что я переживаю Только за то Что вот та часть Которая Я солидарен Которая страдает На мой взгляд Тот этот Раскол Который Происходит Это раскол Который Бьет По тему Другим И те люди Которые На самом деле На стороне Моих Нынешних Идеологических Врагов Которые сделали Другой выбор Чем Донбасс Или Крым Я тоже За них Приживаю Они мне Не безразличны У вас нет ощущения Что идея Русского мира Оказалась Неконкурентно Способной Потому что Страны Которые Скажем так Бывшие Советские Республики Они выбирают Другие модели Они интегрируются Или стараются Интегрироваться В западное общество И если говорить Таким рыночным языком Просто идея Русского мира И России Как некой Метрополии Она себя Не оправдывает Сегодня Ну вы знаете Это во первых Еще не вечер Где у кого-то Оправдывает У кого-то Не оправдывает Разные страны Которые Как бы Возникли На развалинах Советского Союза Обладают Совершенно Различной Идентичностью Потом Эта идентичность Меняется Современно Когда-то Вначале Казалось Что стоит Выйти Из Советского Союза Заявить о независимости Все вопросы Будут решены Сейчас уже И страна Восточная Европа Пошла По этому пути Сейчас уже Очевидно Что это не так Что ситуация Гораздо более сложная И что С одной стороны Понятно Что во первых Россия уже другая Это не просто Некоторая Тюрьма народов Или идеологическая Коммунистическая Система Которая всех Строит под одну гребенку И Европа уже не та Со своими Ультралиберальными Такими Постмодернистскими Ценностями Это отнюдь не то Как бы Классическое Общество модерна То есть На самом деле Восточная Европа Переосмысляет Отношение И к России И к Западной Европе И точно так же Происходит Еще более может быть Сложно Проходят процессы На постсоветском Пространстве Причем на самом деле Я вот Полагаю Что например Балтийские страны Балтийская идентичность Если говорить о Латышах Или литовцах Ну это все таки Мне кажется Хотя Исторически Тоже были очень тесные Связи со славянами С нашей общей историей Но все таки Они ближе конечно К часть Восточной Европы Даже северной Европы Здесь особенно Нету какого-то Большого выбора Хотя это вам Решать И русским Которые живете там И не русским То есть Балтийским народом Латышам Литовцам Это ваш вопрос Но там где касается Вопрос нашего Единого русского Целого В Украине Белоруссии И Великоруссии В этих трех Как бы русских Именно преимущественно Странах То здесь все Гораздо более сложно Здесь не просто решается Это и есть русский мир Другое дело Что Ведь русский мир Это Например Не складывается На него есть проблема Не только Из-за например Украинского национализма Русофобского Такого Антибаскальского Скажем так Сколько они же русские Как они будут русофобными Не из-за Белорусского Национализма А в значительной степени И русский мир Не складывается И по нашей вине Потому что Мы не можем Его объяснить Ведь мы Великоруссии Которые Инициаторами Интеграции В каком-то смысле Мы делаем Мы справляемся С этой миссией Часто Очень плохо Неудачно Мы прибегаем К очень грубым форумам Например Там газ Экономическое Или военное Или политическое Давление Вместо того Чтобы всерьез Говорить О том Что нас сближает На уровне Глубинных основ Исторических Культурных И сами мы Русские сегодня Русские россияне Мы в общем Не нашли Не нащепали Свою национальную идею Мы ходим Вокруг да около Поэтому собственно говоря Сама идея Русского мира Она предполагает Некое совершенно Обновление Обновление всех обществ И русского Великорусского То в том числе Мы же На самом деле Наша власть По крайней мере Боится этого Как огня И по сути Тело Отделывается Симулякрами Отделывается Какими-то лозунгами Отдельными А в основном Преследуют Такие именно Западные Довольно циничные Национальные интересы Пока это будет так Русский мир Не будет объединен И сама его идея Будет по многому Как бы Находиться В потенциальном состоянии Но Сегодня все Гораздо сложнее Чем выбор между Например западной Европой и Россией Сегодня Сама западная Европа Ищет новую идентичность Посмотрите Популистское движение Желтые жилеты Итальянское правительство Состоящее Из левого Правого Популизма Подъем АФД Левого Что мы видим Раскола Сегодня нет Такой простой вещи С Советским Союзом Например Или с западом Такая вот Дуальная Двухбиполярная Система Давно распалась Все сложнее И это требует От нас Требует Более внимательного Отношения Более тонкого Более комплексного Отношения К вопросам Идентичности К вопросам Нашей собственной Идентичности Идентичности Других Как мы будем Их согласовывать Что мы предлагаем То есть Время сегодня Сложнее Чем Те мерки Которые мы привыкли Его мерить На мой взгляд Сейчас мы сделаем Небольшую паузу Потом вернемся И продолжим Философ Переводчик Социолог Александр Дугин У нас сегодня На прямой связи Оставайтесь с нами Скоро вернемся Мы продолжаем Эту программу Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев И с нами на прямой связи Сегодня российские Общественные деятели Философ Александр Дугин Еще раз здравствуйте Александр Геевич Здравствуйте Телефоны прямого эфира В нашей студии 672 12 93 9 И 672 13 93 9 Звоните нам Также звоните Из-за рубежа Код плюс 371 И пишите Ватсап 230 6191 Да Слушаем вас Здравствуйте Добрый день У меня вопрос К Александру А вы не допускаете Возможность того Что часть Закарпатия Отойдет К Словакии К Венгрии Румыния Тоже претендует На Одесскую область Не может такого быть Что Украина Начнет постепенно Терять свои территории Дальше Спасибо Спасибо вам Ну я думаю На Одессу Румына не претендует Они претендуют На Буковину Которая была Часть В общем Причем Чего Это трудно сказать Часть чего Буковина Понятно Что Румыния Это проект Это проект Который исторически Двигается Как и Венгрия Как и вообще Любое государство В исторические Границы Меняются И на мой взгляд Если Украинская линия Будет продолжена Хотя сейчас Уже почти По-моему Видно Что Порошенко Почти нет шансов На второй Срок Соответственно Будет Либо Зеленин Либо Тимошенко А это будет Уже означать Так или иначе Смену курса Так вот Если все-таки Представить себе Что курс Будет в Украине Тот который В общем Сложился Намечен На Майдане И Во время Порошенко То я думаю Что распад Украины Просто без Совершенно Предопределен И это очень плохо Ее разные части Могут Отходить Разным Государствам Или создавать Какие-то новые формы Потому что Национальной идеи Там не появилось Там сочетание Такого Ультралиберализма С ультра На национализм Почти с нацизмом Украинским Самых таких На мой взгляд Неприглядных Сочетаниях Стоялось Поэтому Это очень Нестабильная ситуация А там Где есть Национализм один Там может быть Всегда И обязательно Будет другой Малый национализм И так далее Сама идея Отказать Востоку Украины В правильной идентичности Уже закладывает Думаю На самом деле В зависимости От того Как будет Осмысляться Что именно Пошло не так Следующим Руководителем Украины Вот от этого И зависит На мой взгляд И ее территориальная Целостность И ее Будущее И ее отношение С нами Потому что На самом деле Все прекрасно понимают Что так продолжаться Не может Что надо что-то менять Надо не просто Делать работу С ошибками Надо возвращаться К каким-то Очень принципиальным Вопросам Потому что Винить Одну или другую сторону В том происходящем Исключительно Просто дальше Невозможно Это не работает Это ничего не объясняет И это приведет Рано или поздно Только к социальному взрыву В 2014 году Вы Высказывали Такую идею О захвате Европы Аргументировали Это идеи Тючева и Ниши Не раз вы это комментировали Поэтому не хотелось бы Может быть на этом Так акцентировать внимание Но вот интересно Что в 2015 году В интервью Вы сказали Что страной То есть Россией Сегодня управляет Это ваши слова Мразь Вы так сказали То есть по-вашему Вот эта мразь О которой вы говорите Она способна Обеспечить достойную жизнь Тем европейцам Завоевания Которых вы опять же указываете Ну во-первых Я имею ввиду Не президенты Я имею ввиду Политическую элиту Которая сложилась В 90-е годы И которая находится Совершенно не на уровне Своего исторической миссии То есть одно дело Россия И одно дело Другое дело Ее нынешнее состояние Ее политические элиты Путин Это исключение Он как раз Представьте Скорее народу Во власти А то что Его окружают Люди 90-х Действительно Совершенно Это наш позор И наша трагедия Наша боль Действительно Люди Другому Не подберешь Другому название Они остаются такими Путин ничего с этим сделает Не может Ротацию видеть Он не осуществляет С другой стороны Есть ну как бы Семинутно Есть перспективное Я конечно В первую очередь Что у людей Обладающих Минимальным Чувством Иронии Понятно Что этот проект Которым я говорил Захвате Европы Совершенно Несерьезно Завоевание Европы Это Такой Тезис Который я Честно говоря Высказал Крайне иронично И Исключительно Как бы Отзываясь На бесконечные Предложения И просьбы Многих Таких Альтернативных Моих друзей В Европе Просто И отзываясь На их просьбу О завоевании Потому что Когда я говорю Что знаете Европа и Россия Это две цивилизации Одна евразийская Другая европейская Очень многие Моих сторонников В Европе Они говорят Стойте Стойте Нет Нет Не оставляйте Нам нашим Нашим политическим элитам Потому что Они считают Что их политическая элита Полная мразь Как собственно говоря Что демонстрируют Сейчас желтые жилеты Или там Итальянское правительство Сбросившие Эту политическую элиту На самом деле И вот возникает Идея такая Что давайте Очень много Общих ситуаций У нас политическая элита Мразь Кроме Путина И у них Политическая элита Мразь У нас Какой-то идет Неопределенная Социальная идея У них еще больше Кошмар в Западной Европе Вот была идея Объединить Это И здесь не только Кстати Нидж Это Соловьев Владимир Соловьев Говорил Давайте объединим Две части Христианского общества Католическое и православное Под русским царем Вообще У Тючева была такая идея То есть русский царь Но русский царь Это же на самом деле Проект Это русский царь Это некая Фигура такая Абстрактная Это эскатологическая мечта Если угодно Поэтому Ну конечно К этому схватились Русские опять хотят Нас завоевать Естественно Что это Не то что Конечно Это чисто шутка Я просто говорю О геополитическом проекте Который был Одной из Очень важных линий Русского Такого Традиционалистского Консервативного сознания В 19 веке Даже в начале 20 века Но В основном Это была Реакция на Предложение И просьбу Моих европейских Коллег Не бросать их И не оставлять их Америке Глобализации Постмодерну Потому что Ихним Собственным Элитам Поскольку без помощи России Как внешнего Легкого Они Эту элиту Перевернуть не могут И собственно говоря Так Если говорить серьезно Так На символическом уровне И действует Фактор Путина Вот Путин Все время обвиняют Что он вмешивается В одни выборы В другие выборы Трампа привел Власти Что-то еще Хочет сказать Но дело в том Что сам факт Наличия консервативной России Рядом с Европой Он вдохновляет Противников Статус-кво Поэтому на самом деле Где-то так Вот мы В любом случае Воздействуем На Европу Довольно активно И то что нас обвиняют В тех вещах Которых мы не делали Это означает Что на каком-то Не на техническом уровне Но на На символическом уровне На уровне Образов На уровне Идей Мы именно Эту функцию Выполняем То есть мы освобождаем Европу от глобализации Помогаем тем силам Которые выступают Против европейского Статус-кво И вот такой Доминации Этих ультралиберальных Атлантийских элит Видите Опять два лагеря Кто-то с одной По одну сторону Кто-то по другой Но два лагеря Совсем других Это уже не Советский союз Против Запада А это на самом деле Некие Отчужденные Либеральные элиты Которые правят И в России сегодня За исключением Путина Например наших силовиков Или там Министерство иностранных дел И на Западе Это один глобальный мир И вот этот глобальный Либеральный мир Такого Мирового капитализма Скажем так Он не устраивает Сегодня народы Он не устраивает Русский народ Он не устраивает Очень многие Европейские народы Он не устраивает Англичан Которые выходят Из Евросоюза С трудом Конечно Но выходит Поэтому сегодня Надо по-другому Смотреть на эту ситуацию Не народ против народа Не Запад против Востока А именно народ против элиты И элита В современных обществах Она почти везде одинаковая Она либеральная Она глобалистская Она индивидуалистическая Она постмодернистская И она везде мраз Ну и естественно Они считают мразью Тех представителей Популистских народных движений Или тех режимов Или тех лидеров Которые с ней борются На самом деле Мы в расчете Да Ну вот интересно Что вы сказали Власть Мразь Кроме Путина Вот это сакральное отношение К президенту России Можно в общем-то Проследить наверное В истории Царь над элитой Царь Или там не знаю Генеральный секретарь Если говорить о Сталина Опять же Он же не знал Есть такая популярная формулировка Например Если говорить о 37 И вообще Эпохе большого террора На ваш взгляд Нет ли в этом Такой Умышленной Какой-то не знаю Попытки отделить президента От собственно элит Ведь Путин В какой-то степени Человек из 90-х И если посмотреть Как его избирали Там были и в его Предвыборном штабе Люди Которые В общем-то Либеральных взглядах Которые были в 90-х Наверху Почему Путин другой На ваш взгляд Очевидно Вы правы Путин Если бы Путин Собственно говоря Пришел в ходе Революции народной Тогда можно было бы Сказать что Он в полной мере народный И тогда бы он Конечно уже Не задумываясь Взял бы И осуществил чистку Этой либеральной Глобалистской элиты Но Путин Пришел на пленном Компромиссе Был компромисс Между элитами Которые решили Позволить Некоторому Ну скажем Популистскому Народному Русскому моменту Войти во власть Но когда Путин Пришел на основании Этого компромисса Действительно Приведенный к власти Именно политическими Элитами 90-х Я с этим согласен Частью которых Он являлся Он на самом деле Стал постепенно Отвязываться от этого влияния Стал от него освобождаться Он делал шаг за шагом Символические шаги Символические действия Колоссального значения Которые вызвали Энтузиазм И поддержку Именно народа Через голову элиту Вспомним Как от него отдалялись Один за другим Отдалялись Пласты этой элиты Касьянов Игусинский Березовский Ходорковский Волошин То есть они формировали Все более и более Откровенно антипутинскую Оппозицию В 90-х годах Они были Они были в центре То есть Путин Частично Частично Оперся на народ И частично Стал в оппозиции Этих элит Элитам 90-х Но не до конца И в этом отношении Согласен Что касается того Что отношение Русских к царю Ну хорошо Ну давайте так Все об этом На это тычут пальцы Но это часть Нашей национальной традиции Любить царя И не доверять Аристократии Или ее ненавидеть Поэтому к царю Обращаются С просьбой Чтобы он Ограничил Обуздал Своих ставленников Поэтому это Кстати если мы посмотрим Вот у Ивана Солоневича Одного из теоретиков Русского монартизма Как раз народная монархия Сам принцип Народная монархия То есть с его точки зрения Конечно там много Исторических натяжек Но сама идея Очень точно отражает Нашу психологию Солоневича Что народ Любит царя Поддерживает царя И ждет что царь Накажет Своих же собственных слуг То есть элиту И это Ну хорошо Кто-то любит Королеву свою Кто-то любит Демократию Или липарализм А мы любим Вот так вот Мыслить мир Это наша черта Национальная Вам может она не нравится Кому-то Хотя кто Кто вы Расскажите-ка Что вам нравится На самом деле Да мы так видим мир И Путин Но так Ельцин Такого не было Мы же не говорим Что Ельцин хороший Например А его окружение Плохое Так никто не говорил В 90-е годы Все говорили Что вот Ельцин Это марионетка Элит А в Путине Народ И общество Видит что-то другое Да он пришел Через компромисс Но он ведет себя Отчасти независимо В том числе От таких элит И от глобального давления То есть В Путине Русские люди Мы чувствуем Нечто народное Часто это мы Обманываемся Все чаще и чаще Сейчас кстати Идет эта тенденция Вот ну скажем Положительного отношения К нему На спад Потому что Вот его последние действия Они как раз показывают Путина все более и более Скажем Человеком 90-х И отсутствие Ротации элиты И пренебрежение Социальной Например политикой Сохранение либералов У власти Все это в какой-то момент Начинает накапливаться Но Общая модель Это часть Нашего Народной психологии То есть Путин Ступает в позиции Некого царя Или самодержца Он окружен Чудовищной Аристократией Или Олигархией Которые Своими С окружением Которого народ По-настоящему Недавидит Знаете Обратили внимание Что в России Интересно Социологические опросы Бывают Как вы относитесь к Путину Ну например 70% хорошо 30-20 15% плохо 15% не поняли вопроса А как вы относитесь К правителю К правительству Те же самые люди Отвечают 70% Плохо Или к власти Даже так 70% плохо К правительству Не просто Медведев Как вы к власти Относитесь К власти мы относимся 70% плохо 15% хорошо 15% не поняли вопроса То есть на самом деле Одни и те же люди Путина как Путина Признают И поддерживают А Путина Как в коллективное Вражение Элит Или власти Не поддерживают Не поддерживают Осуждают Вот это не просто Жозофрения Это социологическая Закономерность Которая Наш народ Он как бы Видит Два уровня Он способен Сделать такую Тонкую дистинкцию Которая ускользает От классических Социологов Я просто сам доктор Социологических наук Я понимаю Что общество Устроено Сейчас Часто сложнее Чем могут Показать Или определить Такие простейшие Линейные Замеры Так вот На самом деле В этом отношении К Путину Есть и надежда И определенная Дешифровка Его деятельности Но вот сегодня Уже требуется Конечно От него Определенности А он скорее всего К этой определенности Не готов Или он считает Что время не пришло Или вообще Все и так хорошо Трудно даже сказать Это создает Все больше и больше На мой взгляд Проблем Но общая модель Остается именно такой Что есть символическая Россия И символический Путин Я даже книгу написал Которая на многие языки Переведена Путин против Путина Что есть два Путина Один лунарный Другой солярный На многие языки Уже сбился За счет Насколько Эта книга Очень популярна Я рассказываю Что Путин Как символ Как в проекте Наших народных ожиданий Как самодержец Это одно Это солнечный Путин А есть еще Такой лунный Путин Как часть элиты 90-х Помощник Собчака Который договаривается С определенными Альтерническими кланами Совершенно склонный Компромиссам И в принципе Вообще предпочитающий Гораздо больше Запад Чем конфронтацию с ним Но Опять в определенный момент Вступает солнечный Путин Говорит нет Правозлавие Монархия Народность Русская самобытность Один особый путь Великую Сударь Великую империю Крым наш И вот этот солнечный Путин Он находится в конфронтации С лунным Путин У нас много звонков На линии Примуще Да, скучим вас Здравствуйте Как вас зовут? Звоним Да, задавайте вопрос Пожалуйста Вопрос такой Если Украина Граничилась Бессербии Бабыли Одесса Крым Донецк Луганск Так, что-то у нас Да, радиослушатели Не смог сформулировать мысль Перезвоните 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира В нашей студии Александр Дугин У нас сегодня В программе Абонент доступен Напишите по Ватсап 2-3-0-6-1-9-1 Да, Александр Сергеевич Ну вот Центр Льва Гумилева Приводит ваше интервью 1996 года Где вы говорите О том, что вам нравится Ранний итальянский фашизм И что вы не стыдитесь Об этом говорить Как вы относитесь к фашизму И относитесь ли вы К нему вообще? Вы знаете Я очень точно Ну Центр Льва Гумилева Там Сидят как раз Вот люди Которые Откололись От евразийского движения И постоянно Считают Что им необходимо Сводить со мной счет Я о некоторых существовании Давно забыл Это такая маргинальная Как бы хулиганская группировка Я хочу сказать Что Полнее всего Я излагаю свою позицию Относительно политических идеологий Я изучаю все политические идеологии Фашизм Коммунизм Либерализм У меня очень много книг К томов на эту тему Но Моя собственная позиция Определяется Как четвертая политическая теория У меня Это уже целое Огромное направление У нас Кстати в России Не так еще Эта тема Известна Как на Западе На Западе Люди с окружения Трампа Там Сальвини Вообще Огромное количество Левых интеллектуалов Исследуют Пишут диссертации Книги Да целые тенденции Четвертая политическая теория Смысл этой четвертой политической теории В том Что Я являюсь противником Либерализма Радикальным противником Не только в его сегодняшней форме А в его идеологии В его истоках Но Я выступаю против Коммунизма И фашизма Как тех Альтернатив Либерализму Которые Не способны Его Не победить Не предложить Внятную И серьезную Перспективную альтернативу Из этого Именно из этого Надо И исходить По определению Моей позиции То есть Я являюсь В первую очередь Антилибералом Но я являюсь Я не приемлю Коммунизм И фашизм Давайте обратим внимание Я не приемлю Фашизм При этом Лево-итальянский фашизм Или Национал-большевизм Со стороны Скажем Исаия Лежнева Или Других Российских Интеллектуалов Которые Прекрасно Описаны В идеологии Национал-большевизма Вот эти Явления Такие На границах Находящиеся Между Например Коммунистической Идеологией Националистической Идеологией В них Есть нечто Что по сути дела По-настоящему Интересно Но не в фашизме В самом Не в коммунизме В самом А в Некоторых Гетеродоксальных Версиях Но не сами по себе Я не являюсь их сторонником Я являюсь сторонником Четвертой политической Теории И в этом отношении В этом отношении И следует Трактовать Мою позицию Другое дело Что поскольку Для того чтобы понять Что четвертая Политическая теория Представляет собой Некое теоретическое Серьезное Развитое Обоснование Которое выдвигает Против литерализма Философские Метафизические Тезисы Которое критикует Коммунизм И критикует Фашизм Тоже на основании Системной Аргументации Поскольку это сложно Иметь дело С четвертой Политической теорией Для этого Либералам Необходимо Зрачивать усилия Обычно Легче всего Приписать Что противник либералов Как где-то кстати Попера в книге Открытое общество Ураги Если вы противник либералов Внимательно То вы либо фашист Либо коммунист Либо все вместе Соответственно Я не являюсь Ни фашистом Ни коммунистом Ни все вместе Но я являюсь Противником либерализма Свою Оппозицию Либерализма Я обосновываю В теории Четвертая Политическая теория Интересно Что даже во многих Американских газетах Они начинают говорить Доген выступает Против либерализма Коммунизма И фашизма Правильно Он написал Даже по этому поводу Четвертую политическую теорию Правильно Излагают Основные идеи Четвертой политической теории Замечательно А потом говорят Но он все равно фашист То есть Как же тогда Первая половина статьи Согласуется с другой Если вы Удали себе труд Прочитать Четвертую политическую теорию Вы должны понимать Что она Содержит в себе Критику Фашизма В первую очередь Критику расизма Как именно западноцентричной Либеральной Современной Идеологии Искусственной То есть я В данном случае Сторонник не только Критики расизма Но и критики национализма В духе Бенедикта Андерсона У меня совершенно другой подход К самым базовым представлениям Я против и фюрер принципа И против расизма И против национализма И против национальных государств Тем более против шовинизма Против евроцентризма Соответственно Я сторонник такой Плюралистической Антропологии В духе Бааса И Левистроса Это все вот как раз Евразийство Евразийство Это в этом все Содерживает себя И я об этом Постоянно говорю Я написал тысячи страниц На эту тему Но все равно Как только сталкиваются люди С таким сложным явлением Как четвертая политическая теория Евразийства Простейший ответ Это не либерализм Нет Это антилиберализм Да это антилиберализм Все Значит это должно быть Либо фашизмом Ну и в некоторых Часто Все чаще и чаще К сталинизму К коммунизму И так далее К чему я близко Никогда не подходил Из этого Мы можем сделать Один простой вывод Люди которые Всерьез А не по заказу И не для пропагандистских Задач Познакомились С моим творчеством С четвертой политической теорией Они найдут В этих разработках У меня сайт есть Там на 30 языках Переводы разных статей Материалов Это огромная работа Сколько я не знаю Тамов уже на эту тему написано Они если в этом разберутся Для них это будет Очень полезно И тогда они будут Относиться Не значит что все Должны это принимать По крайней мере Моя позиция будет ясна И еще раз Четвертая политическая теория Это Не либерализм Не коммунизм И не фашизм Соответственно Есть множество людей Которые в нашем мире Даже в нашем мире Согласны признать себя Фашистами В том числе и в Украине И в России И в Латвии И в Европе Такие люди есть Я к ним не отношусь Потому что Я не из конформизма Об этом говорю Что я достаточно смелый человек Если бы я был фашистом Я бы так и сказал Но я и мне являюсь Я являюсь представителем Евразийства Четвертой политической теории Более того Фашизм Я отрицаю Самые главные Его постулаты Национализм Расизм Фюропринцев Ксенофобию Евроцентризм Иерархия между народами И культурами Ну уж куда дальше Это все основы фашизма Ну что ж Спасибо, что нашли время К сожалению Времени у нас не так много Спасибо, что вышли в прямой эфир Программы Абонент доступен Российские общественные деятели Философ Александр Дугин Был гостем программы Спасибо вам Всего доброго И до свидания Всего доброго До свидания